здравствуйте друзья зачитываю вопрос на дорожку михаил добрый день я хотел бы в будущем иммигрировать в сша сейчас играю в лотерею green card понимаю что выиграть шансы невелики но все же если вдруг повезет то хочется быть подготовленным был у меня один случай первый раз когда участвовал в розыгрыше green card я в мае месяца того года узнал что выиграл эту самую green card конечно обрадовался но потом очень испугался а что я там в америке буду делать вопрос стал ребром я несколько дней думал и практически решил что никуда ехать не стоит а потом через 15 дней оказалось что там что-то напутали и отменили все результаты этой лотерею это была лотерея green card 2012 после такого поворота я понял что очень хочу иммигрировать но надо заранее подготовиться подготовкой под подготовкой я имею ввиду изучение языка и разработку примерного плана действий я стал читать форумы связанные с иммиграцией в сша так я на вас и вышел у вас замечательная школа вы делаете очень большое дело thank you very much реально помогаете людям позвольте вам выскоять глубочайшее уважение и восхищение а в чем разговор высказываете на здоровье кто же вам запретит очень вас прошу посоветуйте мне что начать изучать кроме просмотра ваших вебинаров это само собой разумеется я бы с удовольствием записался к вам на онлайн курсы но как вы сами говорите в видео без разрешения на работу нет смысла и учиться поэтому на этом этапе я просто хочу самостоятельно начать изучать материал вдруг пригодится а если нет то дополнительные знания никогда не помешают но это знаете как вместо дополнительных знаний которые не мешают можно например вот за это же время зарядиться знаниями которые реально помогают эти поэтому это нет ну хорошо в прошлом году я начал изучать основу программирования даже прослушал курс по c++ скажу честно меня постигло некоторое разочарование я понял что на программиста я не тянул мне очень интересно было разбирать код но у меня возникали проблемы с написанием кода хотя когда-то в школе на уроках информатики я писал программы и мне это очень нравилось как я понимаю в тестировании как раз достаточно просто понимать код не обязательно что-то самому придумать своих видео вы сказали что тестировщику неплохо было бы знать какой-нибудь язык программирования могли бы вы посоветовать чего начать какой язык изучить очень много вопросов на самом деле очень много мыслей всяких которые мы и обсудим сейчас по дороге во первых строках моего ответа друзья я должен объяснить в чем разница между нашим онлайновым курсом и тем который бесплатно на русском языке там вывешен и доступен всем значит ну первая разница в том что мы преподаем на английском а в данном случае вот то что онлайн его висит это на русском что на самом деле удобнее может быть ему сейчас для изучения это первое второе курс который там вывешен по-русски это на самом деле практически полный курс по тестированию программного обеспечения который у нас что в онлайне что просто в школе ну конечно там может быть не 20 часов а там 40 часов конечно у нас там отдельно читается курс по тестированию мобильных приложений который тоже 40 часов но это но это не в онлайном курсе это уже на кэмпусе читается то что у нас в онлайн щеки у них просто есть запись этого дела так вот что в онлайне реально отличается на английском то что где люди деньги платят и то что на русском которые бесплатны и это наличие проектов вот допустим у нас сейчас группа идет она скоро закончится через две недели и в этой группе аж три проекта обычно два в год последнее время давали но когда-то был один может быть но вот сейчас три проекта в одной группе три проекта которые можно записать в резюме которые дают тебе возможность поговорить об этом и о том ну то есть как бы чему-то научиться написать какое-то количество баг-репортов изучить какое-то количество там функционалов написать какие-то тест кейсы под присмотром как бы человека который в общем-то ну ведь ведет этот проект там нет такого уж прям сильного персонального внимания потому что в группе с ну сейчас группа 110 человек перед этим было группа 120 человек то есть там нет такого чтобы вот прям тобой занимались так вот как аппетитер тобой занимается этого нет но если молодой человек хочет изучать тестирование для того чтобы приехав в сша допустим работать то проекты он может заменить легко тем чтобы поучаствовать где-нибудь там в open source есть полно проект полно и это только вопрос того чтобы там набрать там погуглить и сказать ребята я хочу с вами там найти как там проектов сколько-то сказать ребята я вот прошел курс хотел бы там у вас поучаствовать вам скажет давай то есть у вас будут не менее реальные проекты у вас там не будет может быть такого педагога там который с вами работает но но и в онлайн курсе на 100 человек то что там вы тоже не сильно наберетесь там от этого педагога смысле индивидуального внимания поэтому я я считаю что думать о том что вот я бы взял ваш курс и так далее да не надо господи у тебя все есть для тебя абсолютно все для этого сама мысль давайте мы теперь возвращаемся сама мысль о том что надо бы подготовиться мысль настолько трезвая и настолько симпатичная что даже вот и и сказать-то нечего кроме того что до их на если все вот так относились к делу и готовились конечно тут почему многие люди может быть не очень готовится потому что чисто технические шансы выиграть в лотерею не велики так мягко говоря не велики а если реалистичным быть но тоже совсем маленький ну там один процент или сколько там люди считают я не знаю небольшие шансы поэтому многие думают но вот если я точно знал я бы сейчас вот начал учиться а другие там говорят а я точно верю ну и и так далее но поскольку с ним уже случилось такое что вот как бы вроде и выигрыш был и он уже пить испытал это он пережил это вроде как был выигрыш не он уже пережил вот это вот отчаяние и мысли о том что что же там буду делать и так далее и вот он не хочет второй раз оказаться в такой ситуации ну я хочу сказать что и английский язык и технические дисциплины никак человека не могут ущемить если он будет их изучать но все-таки если молодой человек уже собирается вот этим путем идти так чем ему не поработать тестером дома это же не обязательно как бы сейчас делать одно а потом вот выиграть в лотерею и уже делать другое делай сейчас учись и тестированию и программирование участвую в опен-сорс проектах а дальше ищи нормальную работу и работа и становись специалистом и заодно и английский те там и пригодится и подтянется на там аутсорсинге сорсинге в проектах то есть шикарно значит то что он какой-то курс брал по си пласт пласт и что-то у него там не очень пошло я хочу сказать что си пласт пласт далеко не самый как сказать правильный язык для того чтобы начинать с него изучение программировать очень специфический язык уж даже не потому что и джавата может быть даже правильнее было чем си пласт пласт но неважно существенно еще то как он его изучает из чьих рук принимает профессию в эти ремесло уже одно дело он там видео посмотрел другое дело книжку почитал третье дело он был в хорошем месте где там грамотный педагог конкретно ему там пару раз подсказал он встал на лыжи и пошел предположить что человек не в состоянии научиться программированию я не могу потому что как бы мой жизненный опыт этому противоречит если он мотивирован тоже на том уровне на котором тестеру надо он научится причем достаточно быстро вот даже приличному тестеру которое там автоматизации занимается и так далее но ничего там такого нет ну ничего вот ну кто-то за две недели подхватит а кто-то за три месяца подхватит я видел людей которые которых лихорадило от одной мысли что они должны что-то автоматизировать но вот работа есть уфер дали не взять он не может и вот он пошел а до этого посуду в ресторане мы а до этого у него было образование какое-то техническое но никогда по нему не работал и как он его получил вспомнить не может а проходит три месяца уже такие вещи делает серьезные думаешь нифига себе когда деваться некуда когда мотивация серьезно так вот на эту тему то есть наверное он просто этот сиплоскласс несчастный неправильно начал изучать вот как бы не не подготовившись к успешному не создав условий для успешного изучения так бы я сказал в принципе очень неплохо если человек самостоятельно не может язык программирования поднять это не каждый может то неплохо поднять его репетитором и единственное что требуется от репетитора ну кроме знания предмета конечно требуется чтобы он умел преподавать есть люди которые хорошо владеют предметом но совершенно не в состоянии передать ничего другим людям есть люди которые знают немножко но зато так здорово могут этому научить что вот ну так как есть тренер там юношеской команде есть тренер в команде мастеров а есть тренер который работает там с олимпийской сборной знаете значит так и будешь там от тренера к тренеру переходить но ничего более эффективного в этом деле чем репетитор в обучении чем репетитор нету имеется ввиду приличный репетитор не имеется ввиду какой-то репетитор от которого слезы текут нет хороший я помню когда история педагогики изучал там у шинского есть большой человек если кто не знает него неважно вот у шинский он рассуждал там о оба об общественном образовании тогда в россии в те годы 19 век вот да только становилась система массового образования ну и соответственно там плюсы минусы и так далее и он конечно говорит он что по сравнению с репетитором значит любая общественная система теряет но у нас выбор нет нас нет столько значит там учителей которые один на один могут там с детьми в обществе работайте было время когда вот у ребенка был один там педагог богатого бедных ничего не было там научили там грамоте в церковно-приходской школе так и тоже очень небольшой процент людей ну учили поэтому значит учить что-то тоже надо уметь эти не не учить если не преподавать а именно учить самому да вот как бы приобретать знания это тоже как бы некоторая квалификация требуется мало найти какой-нибудь курс там на ютюбе и его прослушать чтобы сказать что-то у меня не идет так может быть от этого курса вообще ни у кого не пойдет а то еще и до конца дней аллергия какая-нибудь возникнет понимаете это дело такое отвечаю прямо на вопрос что вот какой там язык для для тестирования ну сегодня это вопрос на который отвечается легко сегодня это пайтон или питон как по-русски может говорят я не знаю он простенький это скриптинг лэнгвич такой это не языками программирование а такой попроще вот он очень простенький он очень широкое хождение имеет он похож сильно на язычок руби который тоже имеет хождение там с одного на другой скакнуть ничего не стоит вот вот я бы сказал изучай пайтон но тут есть еще тонкость одна значит изучать язык программирования или обычно там ведь не только язык идет там какой-то набор средств идет с помощью которых создается там программный продукт или даже автоматический тест значит там что-то такое еще присутствует так вот гораздо увлекательней и эффективнее создавать что-то на языке чем например просто учить язык в такой я бы сказал академической что ли обстановке есть там какие-то классические академические задачки и ты их вроде решаешь хотя зачем тебе это нужно ты не понимаешь хотя может быть пройдет там но я даже не знаю пройдет может быть какое-то время и ты скажешь а вот почему значит они хотели чтоб я вот это вот научился делать но но ты делаешь шаг вперед два шага перед три шага вперед и ты не понимаешь что будет через 10 через 20 зачем вообще это все когда у тебя есть реальная задача например ты делаю свой веб-сайт у меня на этом веб-сайте будет раз два три 4 5 6 7 и тогда ты уже начинаешь это делать ну какими-то средствами допустим там более такими традиционными вот у тебя там html вот у тебя там javascript вот у тебя там css и ты пошел так это же совсем не то же самое чем когда ты ходишь в класс и тебе преподатель говорит давайте сделаем вот это чего тебе не надо вот это чего тебе не надо и вот то чего тебе не надо уже уже потерялась толпа народу может быть большая часть класса потерялась потому что задача не имеет смысла никакого который они решают поэтому вот как как бы так поэтому когда ты на работе например занимаешься автоматизацией так ты быстро вскакиваешь на нее а когда ты в классе сидишь и совсем не то же самое есть люди академические по складу своему они очень хорошо в академической установке подхватывают материал поэтому очень легко работать с теми кто пришел только что вот из школы пришел там бывают у нас ребята прямо из high school пришел из университета пришел они привыкли академически заучивать так без того чтобы спрашивать а зачем вот все остальные люди они в общем то как бы имеют драйв когда понимают зачем они это делают знаете просто следующий вопрос как а вопрос как без того чтобы ответить на вопрос зачем он как бы уже такой знаете вторичный поэтому если вы будете например делать какой-то участвовать в опен-сорс проекте они что-то там разрабатывают а вы им тестируете и там говорят надо написать там на пайтоне какой-то там скрипт который вот это делает так это уже смысл имеет надо начинаешь там сутками у тебя из головы не вылетает у тебя ночью решение там во сне приходит потому что ты ведь весь мозгами в этом а если тебе по барабану так и она так и придет по барабану то есть или никогда не придет или там в общем такая такая вот история но в заключение поскольку я уже к дому подъезжаю в заключение я бы молодому человеку посоветовал взглянуть на проблему иммиграции шире если уже он решил так этим заниматься то есть конечно неплохо выиграть в лотерею а также было бы еще лучше например не зависеть от выигрыша в лотерею а какие-то иметь альтернативные пути и вот допустим в мае месяц если ему не выпадет фишка выигрыш на он говорит тогда включается план б значит и глядишь там проходит там еще полгодика он уже или в америке с разрешением на работу и уже там понеслось в этом поэтому я я как бы сторонник того что если тебе серьезно чего-то нужно то надо серьезно подходить к решению они вот исключительно рассчитывать на какую-то такую фортуну счастливо